вот вы говорили что у него беснование конечно может выражаться в том что ну там обычно же люди бесноватые боятся там священного писания святой воды ну и каких то есть ну таких скажем так у него у него там наверное легион целый потому что у него все это в кучу собрано вот я его первый раз только увидел мне сразу мысль пришла что это проклятие матери и сегодня вот не николай астахов с ней бесед с ним беседовал и он там мать свою понужает как сколько у нее горя добавил и она его прокляла выходит это я так думаю он абсолютно непрерывно лжет и лжет ничего не принимает вот так у него кипящая смола летит от него он еще не понимает и главное то здесь когда он заерепенился он никого не знает но мгновенно все наши враги стали с ним рядом как они узнали по какому ради он ни одного не знал и тут же не стали кричать и он лжет вот только скажет сам с собой разговаривает он не может остановиться дома он не закончил ругаться теперь он уходит вот этот голос мамин а вот это его и он все время говорит и на конце ее работает остановился вдруг за столом он не может остановиться это одержимость бесовская тело подчиняется душе ему все равно где сунулся к старообрядцам а там заметили такое а теперь он вернулся и опять и стал говорить какие-то ересь и все себе невеста выглядывает и просится чтобы одному ночевать церкви я сегодня прослушал тут больше часа он беседовал с николаем астаховым притом это у него выражена форме лица шеи во всем каждое движение вот он был когда у нас лету литургия оглашенной зидите он вышел падает по таким крючком согнулся один там нас выходит он не член общины и ну стоит крепкий здоровый человек он на него падает все время стоит он очень опасен для него нету никакой святости ничего нету он вот ушел сразу учился мог поваром быть ему это не надо не он ничего абсолютно не приз не принимает что говорит николай ему говорит целый час он ничего не принял так что все думают как михаил мог его пони такого послать дай думаю что они встречались и все как бы вам могли послать то он неуправляемый вот такое дело я с ним встречался раза два или три я говорю мы договорились встречаются ты встаешь хорошо на завтра нету взялась ему там бетончики такие еду готовили назад не возвращает посуду а то мне только что говорила больше всего знает там елена гладыщук он у ее зятя работал андрей головач вот такое дело тут даже не надо ничего и говорить где-то он он буйно бесноватый при том у него впереди еще что будет ладно как он мать поносит у нас в мать у нас было десятеро детей так все десятеро за сто лет бы матери не сказали то что он за пять минут сказал я так подумал еще этого ничего не знаю что вот так когда съебет человек как отторженный от земли он уже как преисподней это матери на проклятие вот такой ответ чтобы не подумали что у меня не работал ни дня я ему ничем не должен ну и когда я ему сказал больше сюда не приходить потому что он лукавый но на пасху я решил сказать чтобы ему сказали что он может прийти пасхальную ночь быть здесь отобедает пасха она удаляет все так он такое понес на меня вы хотите на меня разыграть показать там вот какое такое то есть там легион а он ничего не знает а говорит прямо его трясет всего и какие об обещанию не давал он тоже через минуту забывает забывает то есть он как бы и не забывает они стерты у него я откосил от армии там он говорит откосил от армии до близко никто не допустит да во сколько он косил 15 лет что ли косил что придумывает но но притом во всех сказал и когда сказал собрание было и кто-то заметил а я то не слышу я сказал убрать это надо еще его совершенно не знали и это вырезали это чтобы ему к нему не приставала власть а он и окажется его ну кто запустит то есть он ничего не хочет делать и главное дорогу оплатила елена ему дорогу это же не два часа не два рубля я обратно поехал купили билет а тут выступает вот с николаем беседует сейчас и врет ему мне ни рубля не заплатили за месяц и все то есть он греха совершенно не боится не понимает как падший демон вот за последние допустим я не могу сказать сколько за всю свою жизнь я первый раз такого встречаю вот у нас молятся об изнании злого духа рустик гусейнов ирина гришина докона ирина когда нормально где-то она за такие дела берется и говорит все по делу поэтому ничего не говорил ничего не знает не его так вот голову запрокидывает он даже говорит когда он выламывается стоять не может на месте беседовать он его все время гоняет и гоняет по пустыне вот здесь у нас вот есть алексей журавлев юноша молодой ну что нормально отвечает на все вопросы знает говорит места описания он берет писание от все не к делу их даже близко нельзя поставить как земля и небо а кто-то молодые да вот алексей там то другое алексей совершенно нормальный человек нормальная он бога любит ну и надо в чем подсказать ему бывает вот сколько мы уже с ним знакомы я не вижу чтобы где-то он сказал неправильно и поэтому на одну скамейку садить им не надо это далеко далеко разница я поэтому по вашему научению заблокировал вчера да мне там писал там чтобы четверть покаялись там что-то это чем кажется непонятно правда то есть все вокруг виноваты кроме да поэтому ко всем обращаемся заблокируйте его иначе будете бесноваться без обязательно найдут дорожку к вашему сердцу ну просто надо знать есть специальные люди которые занимаются изгнанием и есть литература у златоуста написано об этом запечатайте его и другим закажите от него никакой пользы нет кроме вреда притом вреда страшного вот у него я начал а у него такие открытые видимо были на меня один тоже из китая такой выходил его только заблокирую выходит а у него 50 в заготовок стоит я только заблокировал берет я бы все 50 черный список отправил он видимо понял что ничего не получится больше никогда не пришел так и этот я нашел где-то человек 18 которые там могут через него как-то выйти и всех сразу заблокировал ну что с понедельника мы начинаем маленько ремонтировать так что михаил мы вас помним молимся и вы нас помните приедут братья уже сегодня елена будет встречать наверное константина тестова с сыном едут они у нас были крещение принимали ну тут обсуждать будем как советов много дают но советы эти когда бревно сгнило а это нету фундамента и бревна гниют она проваливается туда а фундамент надо делать выше земли вот вопрос это нигде больше в интернете я не нашел что ну будем говорить нам посоветуют на немножко угол закрепить который наклонила маленький даже незаметно остальное подождать мы начнем пробы брать около несколько метров то ну и там подставы сделать это я так думаю пока без обсуждения приедут воскресенье приезжает владимир пащенко и с ним он здесь часто бывал николай георгиевич кузьмин вот у николая георгиевича кузьмина мы же год были вместе с ним но лето были вместе у него большой сдвиг как он считает здесь когда молится это как будто другой человек так вот ну что вопросов нет больше так то девора меня слышишь то что я написал я прошу прочитай вместе со своим хозяином береги себя и никакого шага не делай никому не плати потому что только обирать будут господь с тобой мы тебя любим и молимся тебе все время чтобы сатана не насмеялся с богом тогда никого нет я отхожу все с богом схрани вас господь с богом а